Итак, всем привет, дорогие друзья! На Вене-Кавы задумывались, какой накопитель лучше поставить в свой персональный компьютер. Я тоже на эту тему задумывался, но у меня нет компьютера. Но я очень хорошо изучал эту тему. Итак, какие есть накопители на рынке? Во-первых, это жесткий диск. В моем случае это Western Digital Blue на 240 гигабайт. Очень старый, но очень хорошо служит. И у меня есть вот такой вот SSD. Вообще, какие есть накопители? Жесткий диск, SSD SATA, M.2 SSD и M.2 NVMe SSD. Какая между ними разница? И есть ли смысл переплачивать за NVMe, либо же M.2 SSD? В сегодняшнем видео мы об этом поговорим. Итак, поехали! Итак, дорогие друзья, на первую очередь у нас жесткий диск. Из чего состоит жесткий диск и какова его скорость записи и чтения? В нашем случае операционной системы. Жесткий диск в моем случае это жесткий диск Western Digital с 7200 оборотами в минуту и скоростью записи в 93 мегабайта, а чтение в 105, по-моему. Я точно не знаю, но чуть больше 100. Из чего вообще состоит жесткий диск? По сути, это две очень маленьких диска, которых считывают 4 головки. И многие говорят, что головка считывает косаясь диска. На самом деле она его не касается, а летает на минимальном расстоянии от диска. По сути, это расстояние составляет 0,2 мм. Итак, дорогие друзья, с жестким диском мы разобрались. Но какие плюсы есть у жесткого диска? Первый плюс – это очень маленькая стоимость. И это единственный плюс. Остальное идут только минусы. Какие есть минусы? Очень малое, очень медленное чтение и записи. Первый минус. Второй минус – неустойчивость. То есть, если вы уроните жесткий диск, даже с полуметра, то он у вас, скорее всего, не будет работать. И третий минус – это то, что на жесткие диски лучше не записывать операционную систему, так как она у вас будет глючить из-за первого минуса, то есть, малой с курсой чтения и записи. Итак, дорогие друзья, сейчас же мы переходим в мир SATA SSD. Если жесткий диск – это чисто физический диск, то есть, который считывают несколько головок, то уже SATA SSD – это уже чисто на электронике. То есть, там есть блоки памяти, кэш-память и чип-контроллер. Данный диск быстрее, чем жесткий диск в 5-6 раз по скорости записи и чтения. То есть, на чтение будет около 400-405 дней. На чтение будет около 600-700 МБ. Это максимум, а на запись будет около 400-500 МБ в секунду. Вы скажете, что это нормально, вроде операционная система должна загружаться 10-15 секунд. Да, вы правы. Но у этого SSD есть свои плюсы. Какие есть плюсы? Первый плюс – это выносливость. То есть, хоть вы будете кидать его, хоть вы будете что с ним делать, он выдержит все. Второй плюс – это то, что на него можно загрузить операционную систему, и она будет работать очень быстро. То есть, быстрое чтение и запись. Дальше идут уже минусы. Первый минус – дорого. То есть, SSD стоит намного… в полтора раза дороже, чем жесткий диск. То есть, если жесткий диск на терабайт стоит 3000 рублей, то SSD диск на 250 ГБ стоит в районе 400-4000 рублей-5000 рублей. Что не критично, но все же дороже. Итак, дорогие друзья, теперь же мы переходим к M.2 SSD. M.2 SSD намного отличается от обычного привычного SATA интерфейса. И чтобы его подключить, у вас на компьютере, либо же на ноутбуке должен быть нужный разъем. М.2 SSD, по сути, ничем не отличается от SATA SSD. Только он в другом форм-факторе. И применения у него совсем другие. То есть, уже… Так, как оно? Уже в этих SSD используется шина, не SATA, а именно M.2 шина. Что это значит? M.2 шина намного больше информации может пропустить сквозь себя, чем SATA SSD. Но в угоду эти SSD неполноценные. Они пропускают примерно столько же, как и SATA SSD, но стоят они нам немного дороже. Плюсы те же, минус только один. Дорого. Дорогие друзья, переходим к SSD NVMe. NVMe SSD, если что, выглядит примерно вот так. Какие у него плюсы и минусы? Плюс один – это гигантская скорость в районе от 1 ГБ до 8 ГБ в секунду. Это гигантская скорость, и она оправдана своей ценой. Что насчет цены этого SSD? Цена этого SSD в районе от 4 тысяч до 6 тысяч рублей минимум. Это на 128 ГБ, если что. Если будем покупать на 256 ГБ, то уже будет на 1000-2000 дороже. Но за такую скорость можно и переплатить. И я думаю, что данная скорость оправдана именно своей ценой. Операционка ваша будет загружаться практически мгновенно за несколько секунд. То есть это 5-6 секунд минимум. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, вам это видео было очень полезно. Для меня вообще вся информация, которую я смог собрать у людей в интернете и так далее, была полезна. Мне полезна. Надеюсь, эта информация стала полезна и вам. Итак, дорогие друзья, если вам не трудно, поставьте лайк этому видео. Напишите в комментариях, что вы решили купить или какой SSD вы хотели бы купить. Ссылки на SSD я не буду оставлять и на жесткие диски тоже, потому что это уже будет считаться автоматически реклама. А это быть не хочу. Итак, дорогие друзья, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом видео или что я забыл. И подписывайтесь на канал. А мы с вами очень скоро увидимся, так как мы в интернете. И всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok